Саламу алейкум, Фарид. Насколько я знаю, ты подписал контракт с 1FC. Можешь, пожалуйста, рассказать немного деталей? Одиночный контракт или на несколько боев? И кто соперник? Что нам ждать от тебя дальше? Всех приветствую. Подписал контракт пока что на один бой. 17 ноября, иншалла, первый бой пройдет 17 ноября в Таиланде, в Бангкоке. Но пока что на один бой подписали, потом дальше посмотрим, там еще выиграть надо, конечно же. Но про соперника пока не могу сказать, потому что в контракте написано пока что не оглашать соперника. Ну, хорошо, ты знаешь, кто соперник. Скоро узнает, Фарид. Расскажи, пожалуйста, где ты готовился к этому бою и когда ты будешь вылетать, уже осталась неделя? Готовился, если честно, вообще спонтанно это все получилось. Готовился в Дагестане. Если честно, они устное согласие давали, вот то, что в NFC сказали, что в ноябре подерется, но это устное согласие было. Соперника ничего не было, если честно, и контракты. Просто сказали, что да, может быть, что в ноябре бой дадим тебе. А вот готовился в Дагестане, если честно, уже вообще не думал, что в ноябре подерусь. В декабре сказали, что в октагоне или за пояс, или претендентский бой у нас будет. Готовился, короче, туда, в Дагестане, в Universal Fighters Club. Там, где ЛФС Мамиев тренируется, Магеран там у нас тренировался, готовился, к сожалению, травмировался. Мехман готовился, там же, сейчас Роял до сих пор там готовится, тоже будет выступать. В общем, тренировка тоже четкая была, сборы хорошо прошли, хорошо себя чувствовали. Расскажи, пожалуйста, вот что поменялось с тех пор, как ты вернулся из России. В один период ты готовился на все бои. В России провел там, вроде, пару боев, или один бой, один бой, да, точно, в Масилии. Вот, но там были нелегкие у тебя условия. Что сейчас у тебя по условиям? Да, в Москве мне, если честно, не особо легко было там тренироваться. Там семейные обстоятельства у меня были. Ты сам тоже знаешь, видел, как я готовился. Там один бой подрался. На тот момент он чемпионом был, Яков Якимов, этой организации. Да, нелегко было там готовиться. Как-никак на родине у меня все условия есть, чтобы тренироваться, чтобы и зарабатывать. Нам и зарабатывать надо, конечно же. В Баку намного легче мне тренироваться. И тут все друг друга знают. В любой зал можешь уверенно сходить, там тебе помогут. Насчет боев есть, скажут, что у тебя бой, конечно, все помогут. Из-за этого вернулся здесь намного лучше. И вот Джавад, спасибо Джаваду, Джаванширу. Они тоже помогли. Фаику. Короче, много кто помог, не буду сейчас по-одному оглашать. Рамиль Мялем, кстати, тоже помогал очень сильно. Да, Фарид, у тебя был нелегкий период, да, ты не мог получать бои. Сейчас у тебя с этим проблем вроде бы нет. За год где-то ты провел два поединка. Один в октагоне, один в Узбекистане, да, у Мурадова. Вот, скажи, пожалуйста, почему так сменили вектор резко до 1FC? Да, если честно, после России у меня еще, я как только приехал, через два дня я травмировал колено у меня, я связки порвал. Там 6-7 месяцев я выбыл конкретно почти. На тот период я один бой провел в Воронеже, тогда, ну, когда в Москве был. В ММА серии там один бой провел. После этого у меня застой был где-то больше года. Да, и первый бой после этого у меня был в ФФГ. В Азербайджане я подрался в этой организации, чтобы не застаиваться. На тот момент только там предложили мне подраться. После этого я подрался в Узбекистане, в МПЛ выиграл. И в октагоне. И после этого уже поступались у меня предложения. И довольно-таки и с октагона также, и с Мурадова предлагали бои. Но, если честно, ждали хороший вариант. Нам очень хорошие условия предлагали и в октагоне, и в МПЛ. Просто мы выбрали более оптимальный вариант. Опять же, если честно, там тоже подрался. Мне без разницы, где главное, чтобы условия хорошие были. А соперников уже, я думаю, мне не стоит уже выбирать. Так как уже возраст и плюс рекорд не такой, чтобы сейчас удобного соперника под себя. Соперника искать или какого-то мешка проходного бойца. Фарид, расскажи, пожалуйста, вот про условия 1FC. И, насколько я знаю, там чуть допуск весовых категорий различается. И там следят за использованием всяких капельниц, ну, путем восстановления, скажем так. Какие вот тебе ограничения поставили, что можно сделать, что нельзя сделать, какой у тебя там допуск по весам? Про ограничения, если честно, там капельницы, не капельницы. Ничего не сказали, но, если не ошибаюсь, я контракт пока что не до конца прочитал. Сейчас, надеюсь, Джават прочитает, это мне все расскажет. Пока что по капельницам, по витаминзации, да, по витаминзации пока что ничего не знаем, там, что можно, что нельзя вообще. Допускается ли там капельница? Вроде бы я спрашивал, у нас Амвар там выступал, в Анваре. Ну, это, в принципе, одно и то же, там одни и те же условия, регламент одинаковый. Вроде бы он сказал, что капельницы разрешаются. И там допуск, много гонять, короче, не разрешают, там, по-моему, какой-то допуск имеется, или 5, или 6 килограммов, есть, не ошибаюсь. Там, короче, по контракту указано, там флайвейт, флайвейт, как мы знаем, 57 килограммов, но гоняешь там на 61. Ну, по бумажке там флайвейт написано, допуски есть, там где-то 5 килограммов, 5-6 килограммов. Расскажи, пожалуйста, о сопернике, как он работает, что он делает. И, в принципе, про подготовку было бы интересно послушать. Ты раньше очень много боролся, изменилось ли что-то, или ты бьешь в одну точку и улучшаешь то, что умеешь делать лучше всего? Да, я базовый, как вы знаете, грэпплер. Не грэпплер, но, короче, борюсь больше. Ну, конечно же, я когда в Дагестане был, я и на стойку ходил, и борол. Там, конечно, акцент делают больше на борьбу, там работа у стенки, все такое, особенно в клубе Universal Fighters. Там в основном работает у стенки, ну, короче, там дни стойки не бывает, в основном там борьба. А в стойку я отдельно ходил, в другой зал, тоже подтягивал, по боксу я ходил. Да, я думаю, я просто не хочу сейчас раскрывать секреты, что я там буду делать, пусть будет сюрпризом для соперника. Соперник тоже хороший, если честно. Не буду называть его имя, но он универсал, так скажем. Сказать, что прям сильный борец или грэпплер невозможно. Ну, короче, и в стойке есть у него чем удивить, и в борьбе есть всего понемногу. Я думаю, у меня лучше пошла подготовка. Я сумею что-то там намутить, что-нибудь хорошее показать я смогу и выиграть, иншаллах. Все, Фарид, ждем твоих выступлений, надеюсь, все будет удачно, и дальше тебя увидим в этой азиатской организации уже в клетке, а не на ринге. Сау!